Десногорск Очень приятно, что в нашем городском конкурсе всегда участвуют практически все предприятия. Награждение лучших по охране труда. Ваши знания по православной культуре помогут вам преодолеть весь путь. Викторина «Колесо православной истории». Команда, выигрывшая кубок три года подряд, оставляет этот кубок за собой навечно. Итоги волейбольного кубка «Надежды». А теперь об этих и других событиях подробнее. В администрации области обсудили меры для обеспечения антитеррористической безопасности и правопорядка в праздничные майские дни. В период подготовки и празднования Дня весны и труда, а также 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, запланировано большое количество массовых мероприятий. И поэтому с 1 по 9 мая вводится круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных органов. Главное управление МЧС по Смоленской области принимает участие во всероссийских учениях. Спасатели отрабатывают практические действия при чрезвычайных ситуациях, вызванных паводком. В учениях занято 583 человека и 232 единицы техники. 28 домов будут отремонтированы в 2016-2017 годах. О чем говорили представители регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов с жителями Десногорска. Смотрите в нашем сюжете. С 2016 года в Десногорске начался капитальный ремонт многоквартирников. В программу 2016-2017 годов включено 28 домов. В пяти уже выполняется комплекс ремонтных работ. В него входит ремонт фасадов, кровли, подвала, замена стояков. В следующем году в 25 домах второго микрорайона заменят лифты. Ремонт проводится из средств регионального фонда ремонта многоквартирных домов Смоленской области. 27 апреля на круглый стол собрались представители регионального фонда администрации области и нашего города с жильцами домов, в которых ведется ремонт. Диана Ягурцова, заместитель председателя департамента области по ЖКХ, дала разъяснение статей жилищного кодекса, согласно которым все собственники жилья обязаны платить за капитальный ремонт общедомового имущества. Отметила низкую собираемость оплаты в Десногорске. Поскольку десногорцы выбрали общекотловой способ оплаты ремонта, региональный фонд приступил к выполнению работ по программе. Она напомнила собственникам, что ремонт выполняется, так сказать, в долг у фонда. Жильцы будущими платежами будут возвращать средства. Существуют альтернативные способы формирования фонда капремонта, но их должны выбрать сами жильцы. А с теми, кто до сих пор не понял, что закон надо исполнять и оплату вносить регулярно, будут разбираться в судебном порядке. Уважаемые десногорцы, не ждите прихода приставов. Вносите оплату за капитальный ремонт вовремя. Как сообщает Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи, 18 мая состоится областное родительское собрание. Тема собрания, которое пройдёт в Академии профобразования – здоровье и безопасность детей и подростков, зона ответственности семьи и школы. В Смоленской области появились первые пострадавшие от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, на 20 апреля уже зарегистрировано 45 человек, которые обратились за медицинской помощью. 15 из них – дети. Подведены итоги городских смотров конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и название «Лучший уполномоченный по охране труда за 2015 год». Кто признан победителем, узнаете прямо сейчас. За высокие показатели в работе, а также лучшие условия по охране труда, глава администрации нашего города вручил почётные грамоты Смоленской АЭС, Смоленскому управлению филиала акционерного общества «Электроцентромонтаж», ОАО «Элс» и детскому саду «Лесная сказка», которые заняли первые места в своих номинациях. Также межведомственная комиссия определила и лучших уполномоченных по охране труда. Ими стали Геннадий Чепурной, Атомтранс, третье место, Елена Кудинова, медсанчасть 135, второе место и Надежда Кириллова, Смоленская АЭС, первое место. Уполномоченные награждены благодарственными письмами главы администрации. Наши предприятия имеют не только социальную ответственность в части проблем города, активно участвуют в общественной жизни города, но и социальную ответственность по отношению к своим работникам. Наверное, в первую очередь, та ответственность, которая должна быть на предприятии. Что ежегодно у нас подтверждается результатами конкурса как раз в части охраны труда. Победители городского этапа смотров конкурсов будут представлять Десногорск в области. 25 апреля в Десногорске на стройплощадке обнаружена миномётная мина калибра 50 мм. Она изъята и уничтожена сапёрами пожарно-спасательного центра. Напоминаем, что об опасных находках нужно сообщать в полицию или по единому телефону службы спасения 112. На территории Десногорска с 16 по 25 апреля проходила профилактическая операция «Пешеход». За 10 дней выявлено 20 нарушений правил дорожного движения пешеходами. ДТП с участием пешеходов за период проведения операции в городе не зарегистрировано. На Десногорском водохранилище с поличным задержаны два жителя Брянской области. У них изъяты моторная лодка, сети и 12 свежевыловленных рыб. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова водных биоресурсов. Им грозит лишение свободы на срок до двух лет. 28 апреля в Доме творчества десногорские школьники соревновались в знаниях по православию. Городская викторина «Колесо православной истории» проводится ежегодно. В этот раз её посвятили монастырям России. В игре принимали участие четыре команды из школ города. Вопросы, на которые пришлось отвечать ребятам, в основном были о монастырях, монашестве, культуре и духовности. За каждый правильный ответ команда получала бал. Знания ребят оценивала жюри. По итогам игры, за хорошее знание по православной культуре, первое место получила команда школы номер один. На втором месте оказалась вторая школа. А третье место разделили между собой команды школ номер три и номер четыре. 27 апреля стартовал первый этап областного конкурса «Школа безопасности». За победу борются 11 школьных команд. В 2010 году эти соревнования признаны видом спорта и называются «Многоборья спасателей МЧС России». Также они включены в единую всероссийскую классификацию спортивных разрядов. А в Десногорске закончились соревнования по волейболу среди молодежи «Кубок надежды». Кто стал обладателем заветного переходящего главного приза, смотрите в нашем сюжете. Лучший нападающий среди девушек признана Яна Горякова из четвертой школы, а лучший подающий – Влада Бажетова, средняя школа номер два. Команда девушек первой школы заняла третье место, на втором – девушке из четвертой, а переходящий «Кубок» у команды средней школы номер два. У юношей «Бронзу» завоевали волейболисты второй школы, серебро – у команды средней школы номер один. Победили юноши из четвертой школы. Капитан команды-победительницы Антон Куракин отмечен как лучший нападающий, а лучшим подающим стал Денис Петраков. Сегодня мы получили массу впечатлений. Также не могу не отменить то, что мы победили, и я очень счастлив этому. Отметим, что кубок, которым награждены команды-победительницы, переходящий. Но если команда три года подряд его завоевывает, то кубок остается в этой школе навечно и будет храниться в уголке спортивной славы. У меня есть надежда, и я хочу эту надежду в жизнь притворить, чтобы это были не просто соревнования какие-то ради соревнований, а чтобы это были системные соревнования, как я говорил, начиная с самых маленьких и заканчивая подготовленными спортсменами. Игроки всех команд награждены грамотами и медалями. В праздничные и выходные дни ветеринарные специалисты Десногорска работают 2, 3, 7 и 9 мая с 9 до 13 часов. Вакцинация против бешенства животных проводится бесплатно. Лаборатория, которая контролирует качество и безопасность животноводческой и растеневодческой продукции на городском рынке, работает в обычном режиме. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-ТВ.ру Хороших вам праздников! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин